Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире заявление правительства республики Западная Армения. Принятие Европарламентом резолюции об армянских пленных свидетельствует о всемирной значимости проблемы. Авиаудары по провинциям Батман и Шарнак в Западной Армении. Москва поддерживает организацию миссий ЮНЕСКО в Арцахе и прилегающих регионах, заявляет Министерство иностранных дел Российской Федерации. Обострение ситуации в Афринии. Ликвидировано 14 турецких оккупантов. Природные чудеса Западной Армении. Ванские травертины. Лесные пожары продолжаются в провинции Дерсим в Западной Армении. Лекция «Архитектура между двумя мирами и двумя эпохами». Армянские религиозные сооружения 4-5 веков. 20 мая 2021 года исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян объявил, что будет готов подписать с Азербайджаном документ о демаркации и делимитации границ. Любой документ, который не учитывает территориальную целостность Арцаха и территории Армении, является документом против международного права, против армянского народа, против его истории и чаяний на его будущее. Правительство Западной Армении далее объявляет недействительным любой документ или действие, подписанное исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения, Восточной Армении, или любым другим представителем указанной республики, которая не учитывает Конституцию 1920 года, статус Армении, согласно статье 92 Северского договора, Конституции Республики Армения, и не осуждают преступления против человечности, военные преступления, совершенные Азербайджаном против армянского народа. Правительство Западной Армении напоминает, что примет все необходимые решения и меры по защите права своего народа, проживающего в Республике Армения, жить в Арцахе, сообщает Министерство иностранных дел и официальный представитель правительства. Принятие Европарламентом резолюции об армянских пленниках подавляющим большинством является доказательством универсальности проблемы. Об этом сообщает посольство Республики Армения в Бельгии. Мы благодарим Европарламент за поддержку в поднятии этого гуманитарного вопроса. Мы надеемся, что наша совместная работа будет способствовать немедленному освобождению всех задержанных и их безопасному возвращению на родину для воссоединения со своими семьями, говорится в заявлении посольства. Напомним, накануне Европарламент принял резолюцию, обязывающую Азербайджана свозить армянских военно-пленных и пленных мирных жителей без каких-либо предварительных условий. Авиаудар был нанесен по военной базе беспилотников, расположенной в Батмане, Турецкая Республика, оккупированная Западная Армения. В это же время был нанесен авиаудар по дивизии в Янкаре. За ночь в аэропорту произошли три взрыва бомбы, а в Батмане за ночь были нанесены удары с помощью беспилотников. Поскольку после взрывов в этом районе разразилась стрельба, к месту происшествия было направлено несколько машин скорой помощи и бронетехники. В то же время командование приграничной дивизии 23-й Шернакской жандармерии подверглось атаке с воздуха. Об этом сообщает Минобороны Турецкой Республики. Тема сохранения историко-культурного наследия в Арцахе и прилегающих регионах всегда обсуждается в наших контактах, как с официальным Баку, так и с официальным Ереваном. Об этом на брифинге 21 мая сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Эта тема была особенно затронута в первой половине мая, во время рабочего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению-Азербайджан. Мы за немедленную организацию миссии ЮНЕСКО в регионе. Мы также работаем с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сказала она. Силы освобождения Африны заявили о ликвидации 11 протурецких боевиков и трех турецких солдат в районе Африн. В заявлении, опубликованном сегодня силами освобождения Африны, было сказано следующее. 19 мая наши силы провели широкомасштабную рейдовую операцию против наемников турецких оккупантов на окраине деревни Басуфана в оккупированном Африне. Операция началась в час ночи и привела к ликвидации четырех турецких наемников, в то время как двое других сбежали. В течение последующих часов были уничтожены и отброшены силы турецких оккупантов, прибывших для контратаки на силы освобождения Африна. В Западной Армении на расстоянии 35 километров от района Башкалия, провинции Иван, посетители поражаются неповторимым внешним видом. Эти прекрасные природные травертины города, которые были заброшены в течение многих лет из-за проблемы с безопасностью и транспортом, за последние годы приняли около 20 тысяч местных и иностранных туристов. Однако во время эпидемии здесь было тихо. Местность была объявлена особо охраняемой территорией, в первую очередь благодаря своей уникальности травертина. Сейчас с потеплением погоды и контролем безопасности они снова открылись. Они снова готовы принимать посетителей. Призываем всех увидеть эту природную красоту. Напомним, травертина – это разновидность пористого горного камня. Это горная порода осадков, образованная из источников углекислого газа, в основном кипящих, горящих или холодных источников, обогащенных карбонатом кальция. Лесной пожар, начавшийся в районе горы Илань в провинции Дерсим Западной Армении, продолжается. Не было предпринято никаких действий по тушению пожара, который распространился и усилился в течение нескольких дней. По данным местных источников, на склонах горы Илань в треугольнике провинции Чемиш-Гезек-Хозад-Оваджик вспыхнул лесной пожар, который может распространиться и дальше. Пожар, вспыхнувший у подножия горы Илань, продолжение хребта Мунзур, одно из важнейших природных заповедников Западной Армении, угрожает безопасности жизни в регионе. Хотя пожар необходимо локализовать и потушить как можно скорее, власти пока бездействуют. 26 мая старший научный сотрудник Матана Дарана Назан Игарибян прочитает лекцию «Архитектура между двумя мирами и двумя эпохами. Армянские религиозные сооружения 4-5 веков». Рекелет Заноне, научный сотрудник университета Рома Тре, прочтет в Распуракане лекцию об армянских рукописях 12-13 веков. Вы можете следить за лекцией по следующей ссылке. Далее для вас фольклорный ансамбль армянского радио. Ова, айотс каджер. Ова, айотс каджер. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственной телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok